И запомните, те, кто думают, что Зеленский победит, если пройдут выборы при любых раскладах. Это неправда. На самом деле нас с вами большинство. Здравствуйте, друзья. Я сегодня хочу опять поговорить про нашего президента, потому что в последнее время были некоторые высказывания, которые просто опять меня удручают. Давайте сразу к делу перейдем. Я сейчас вам зачитаю высказывания Владимира Зеленского по поводу невозможности, силу слов, конечно, выборов в Украине. Он перечисляет 5 препятствий на пути к проведению выборов. Я вам буду зачитывать и сразу комментировать. Первое. Выборы должны пройти демократически и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели. Пока комментировать не буду, потому что это совместим с следующим пунктом. Второе. Проблемы с голосованием людей на захваченных россиянами территориях. Цитирую. Я не говорю о тех территориях, которые были оккупированы Россией с 2014 года. Мы говорим о том, что был оккупирован с 24 февраля. То есть, когда выбирали Владимира Александровича, в принципе, нормально, чтобы не голосовали люди, которых оккупировали с 2014 года. Но когда уже вопрос о нем стоит, то уже те территории, которые уже при нем оккупировали, уже как бы это проблема. Третье. Сложности с голосованием для выехавших за границу украинцев. Как организовать этот процесс, пока никто не может найти на это ответ, сказал Зеленский. Я даю вам ответ на это. Я уже отдельное видео записывал. Обращайтесь в Твиттере к Элону Маску и просите помочь его технически организовать выборы с подсчетом голосов в режиме лайв на странице прямо у Маска, такое онлайн табло, где мы сразу видим, когда каждый человек проголосовал, как идут эти проценты. Вы такое не можете сделать? Вы можете это сделать. Хотите ли вы это сделать? Это другой вопрос. Неужели кто-то из вас, дорогие друзья, думает, что человек, который изобретает чип, который будет оживляться в мозг, который на Марс долетел, который собирается колонизировать Марс, который беспилотную машину изобрел, робот изобретает, там миллион еще разных вещей, не способен справиться с такой технически элементарной задачей, когда человек через смартфон идентифицируется, нажимает одну кнопочку, и это моментально где-то отображается. Я вам честно скажу, с такими задачами справляются айтишники далеко не такого уровня, как Элон Маск, мягко говоря. Просто здесь вопрос доверия и независимости. Чтобы не было никаких у других государств вопросов, Элон Маск нейтральное лицо и на сегодняшний день важнее любого государства. Четвертый пункт, который Зеленский ставит как преграду. Дефицит средств, которых в Украине хватает только на финансирование армии. Дефицит государственного бюджета измеряется сотнями миллиардов гривен. Его нужно будет закрыть либо за счет международной помощи, либо заимствованиями. Когда парламент или правительство хотят направить деньги на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. Внимание! И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война, заявил президент. Первый вопрос. Вы как у общества это спросили? Вы опрос провели, референдум? Это всего лишь ваше предположение. Но в одном я с вами согласен, вы здесь сказали, что в Украине хватает средств только на финансирование армии. Хорошо, давайте посмотрим, как это коррелируется со следующими новостями. А именно. Бизнес-партнер Ермака отримал 21 миллион гривен держпідтримки для зъемки сериалов «Мангровый гай», «Одна велика родина» та мистецтва в тени війни. Спочатку 2023 року Держпідприємство «Мультимедийна платформа і намовлення України» уклало угод на виробництво сериалів вартістю 360 млн грн. Друзья, 360 млн грн. У переліку серпневих договорів було ТОВ «Мейнстрим Пікчерс». Засновником компанії є Артем Колюбаєв, бізнес-партнер голови ОП «Єрмака». Також вони заснували ТОВ «Ама Віжин», яке в 2020 році також отримало 25 млн грн. держпідтримки на зъемки фільму «Щедрик». Ну, я те, що не все. Проект держбюджету на 2024 рік б'є рекорд фінансування українського кіно за останні 5 років. Кабмін пропонує Верховній Раді збільшити фінансування державного агентства з кіно у 6 разів до 663 млн грн. Це примерно 15 млн доларів государство за наші с вами налоги буде фінансувати кіно. Владимир Александрович, обратитесь к Єрмаку, так да, к його бізнес-партнерам. Получається, що з бюджета є деньги выделять на їх кіно, а на выборы денег нет. Ну, ви думаєте, а це все? Саме інтересне только начинається. Спецімпортер «Прогрес» постачав Минобороны снаряди закуплені у польської фірми «Альфа» за завищеними на 57% ківцинами втраты можуть цегати 1 млрд доларів, передає «Цензорнет». Вот по этому видео і називається «Подлость президента». Т.е. 1 млрд доларів сейчас, только то, що сейчас стало известно. Млрд доларів скандал, выведений при Резникові. На фронте по-прежнему нуждаются, по-прежнему волонтеры впахивають, по-прежнему люди отдають последнюю рубаху. Но ви заявляєте, що на выбори потрібно примерно 130-140 млн доларів. І це громадна проблема. Ви ставите це прям отдельним пунктом. Але як мільярди пропадають якобы на вооруження, ви об цьому умалчуєте, ви об цьому нічого не говорите. Оцінити люди, подлость це чи не подлость, напишіть в коментаріях. Или я наговариваю, или я хейтер, или я ще там кто-то іпсошник, или це факты, которые я рассказываю вам сейчас. І последний, п'ятый пункт, який зеленський вставляє проблеми для выборов. Проблеми с голосованием военных. Мільйон людей, як в окопах вони будуть голосувати? Як вони будуть голосувати даже на участках у линии фронта? Все должно быть в бомбоубежищах, потому що ми знаємо Россію. Она растріляє всіх людей, які придуть. І хто із наблюдателей пойдет в окопи? Готов приїхати там работать, щоб выборы прошли прозрачно. Люди, захищаючі права і свободи граждан, не будуть имати права і свободи проголосувати. Це нонсенс, сказав президент. Повністю согласен. Воені, естественно, дожди голосувати. Ще раз говорю, обращайтесь к вам маску, і в телефоне воені, де угодном, за одну минуту, змогут проголосувати. І тут же онлайн, ми увидим їх голос. Я хочу, люди, вам просто объяснить, що відбувається на самом деле. Якщо є желання президента, на що-либо, запомніте, на що-либо в нашій країні, пониження налогів, борьба з ОПГ, любі реформы, захотів би професіональну армію, захочет провести выборы, проведет выборы. Це відговорки. Якщо ти не хочеш, ти іщиш відговорки. Якщо только б президент захотів це зробити, він би вам 25 преимуществ нарисував, і все було б шикарно. Значить, то не можем, це не можем. Там вот, я вчора выпустив видео, сказали, що треба мільйон мобилизувати. А в футбол можемо играти? Тобто, вибори провести не можемо, а чемпіонат України по футболу во время войны з закрытыми стадионами нахрен никому не нужним зрелищам, яким, якого немає, ми можемо. Кака-то дуже інтересна логика получается. Але я хочу також предупредити, що відбувають разные інсайди. В Києві масса идут сделки і покупки-продажи готових политических партий. Политтехнологи работають. І саме інтересне, вже полезли в реестр ті, хто може голосувати, формувати списки. Тут ще може бить таке, що я щас возмущаюсь, а на самом деле вони готовять фінт. Тобто, для зрителя, для западних партнеров, не-не-не, вибори нельзя-нельзя-нельзя, а самі готовяться. І потім такі, не, ну ми ж все-таки демократы. Президент четко сказав, вибори должны быть. Тобто, президент все-таки пойдет на этот глобальний риск і проведет вибори. Всякое возможно. Пока, исходя з тих данних, які ми видим в публичному пространству його выступлений, він дуже сильно не хоче і дуже сильно боїться. І запомніте, ті, хто думає, що Зеленський победит, якщо пройдуть вибори при любих раскладах. Це неправда. На самом деле, нас з вами більшинство. І якщо ви посмотрите медіа, які контролюють офіс президента і приближенне туди, там, конечно, опроси аудиторії реальні. Нет вопросов. Будуть показувати, що Зеленський, безусловно, победит. Але якщо ви посмотрите любої медіа, я на своїм телеграм-каналі тоже проводив результаты этих опросів, то не просто меньшинство за Зеленського, а 1% от десятков тисяч людей за Зеленського. Подумайте здраво. Ви думаєте, в країні багато людей симпатизують Ермаку, багато людей симпатизують цим всім корупційним скандалом, багато людей симпатизують Гетманцеву. Любой предприниматель, или тот, хто общається с предпринимателями, і, скорее всего, даже если це наємний сотрудник предпринимателя, він прекрасно слышит всі ці гадости в адрес Гетманцева, і що на самом деле витворює Гетманцев. Гетманцев равно Зеленський, тому що президент представлял його своєю компанією, і любой другой чоловік, як ненавидеться вся країна, котрій зараз у власні, це равно Зеленський, тому що їх привел президент. Ну і тут інтересно, і не заканчивається. На цей счет висказалась жена президента Елена Зеленська. І сразу оговорка. «Не трогаю семьи, комментирую жену президента исключительно по причине, потому що она сама це сказала в медіапространстві». Я не знаю, чи він вважає цю висказу чи не. Це відправиться на ситуацію в нашому країні, на ситуацію на можливість організацію безправлення власній і справжній висказі. Це відправиться на нашій соціеті потрібно його потрібно як президенту. Як він відправиться, що Україна не залишається його президентом, він, висказно, не буде. Хотілося б задати вопрос, як Елена Зеленська і президент Зеленський будуть змерювати, хочеть общество, щоб він шов на 2-й срок, чи не хочеть. Це буде так, як якщо захочет баллотуватися, він выйдет, скажуть, ну, общество требует. А якщо не захочет, то общество не хоче, він скажуть. Ви яким-то об'єктивним критеріям, показателям це можете замерити? Нет, не можете. Зачем ви робите такі заявлення? Тобто, що не плюнь, який вопрос не возьми, нас просто обманують. Це непорядочно, відео называется «Подлость президента». Знаете, в чём подлость? Враньё. На каждом шагу враньё. Я уже устал каждую неделю вам повторять, что я слушать и смотреть не могу уже его вот эти вот ежедневные видеоблоги. Доходит до смешного. Я уже год критикую эти выступления, никому в голову там не придёт в команде президента что-то поправить. Вот эти вот примитивные тексты со сводкой дня, которые мы все читаем в новостях, уже вот здесь сидят. Но с другой стороны, чего я удивляюсь, за медиаполитику отвечает гуру Михаил Подоляк, который везде, у кого работал, везде провалился. Лукашенко, по информации из прессы, депортировал его из Беларуси, потому что Подоляк там призывал на сближение с Россией. Лукашенко на тот момент это не понравилось, и Бог КГБ вышликнулось из страны. Потом, вы знаете, думчиву, под 20 млн. долларов потратили на предвыборную кампанию мэра Киева. Провал полнейший. Юра Инакевского так отбеливал репутацию, что теперь каждый школьник знает, кто такой Юра Инакевский. Это все работы вот этого великого в кавычках медийщика. И эти не очень умные люди в офисе президента наняли его для медиаполитики, для курирования медиаполитики. Он и накурировал, у него Илон Маск плохой, поссорились, на Индию, на Китай, да сколько у него как ни день, как ни неделя, так зашквар. То он украинцам говорят, кому не нравится власть, болите, покупайте справки с Украиной. Что такой человек может накуролесить для президента? Но вы же его наняли, и вы считаете, что за это люди проголосуют? Нет, не проголосуют. Может быть, многим людям не нравятся мои идеи, либертарианство, минархизма, капитализма. Плохо, но допустим. Но тот мрак, который вы устроили в стране, они точно не одобрят. А выборы нужны, потому что если настанет 1 апреля 2024 года, я не знаю, как считать после этой даты президента легитимным. Если он должен проводить выборы, он их не проводит. И это та же история, как с мирными переговорами. Заявляется, я готов к переговорам с Путиным, но надо вывести все войска. То есть, сразу, ну понятно, невыполнимые для Путина условия. Ну давайте так, мы все знаем Путина, он никогда на это не пойдет. Так и здесь. Вот никто не проголосует, а ты обратился к Илону Маску, тебе отказали, ты обратись, откажут, я скажу все, Илон Маск не хочет помогать. Тогда мы подумаем, кому можно еще обратиться, если вы не в состоянии. В мире очень много крупнейших, классных IT-компаний. В любой стране мира, но, конечно, особенно в США. Подчеркиваю, все только зависит от желания. А теперь, я хочу вам сказать, мы на ближайшем стриме обсудим момент, а если вообще национальная идея, потому что на том, всем, что декларирует офис президента и вообще власть в целом, там же не только в офисе дело, мы далеко не уедем. Одна идея границ 91-го года, которую, кстати, никто не может обосновать, почему это считается панацеей, мы не уедем так далеко. Самая крупная страна Европы с блестящими водными данными, с огромным населением не может так жить. Война уже идет полтора года. Я вижу, как буксуют люди. И это для современного человека действительно ненормально. Про людей, которые в окопах, я вообще молчу. То ситуацию нужно думать, как заканчивать, а не маяться вот такой вот дурью. Я вижу выход выборы, новый президент, который будет декларировать мир. Это личное мое мнение, я вам никому не навязываю. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Очень важно, если вам понравилось, чтобы вы подписались на канал, поставили лайк, колокольчик, также жду комментарии. Пока.